Итак, сегодняшняя наша тема применение полного дифференциала в приближённых вычислений. Записываем. Приближённых вычислений. Так, прямо секундочку сейчас дойду. Предположим, функция z равная f от x, y дифференцируема в точке с координатами x, y. Найдём полное приращение этой функции. Это будет f от x плюс дельта x, y плюс дельта y минус f от x, y. Откуда f от x плюс дельта x, y плюс дельта y равно f от x, y. f от x плюс дельта z. Это будет формула 1. Мы имели приближённую формулу. Дельта z примерно равно dz. Формула 2. где dz это df по dx частная производная с крупненькими на дельта x плюс df по dy на дельта y. Формула 3. Подставляя формулу 1 вместо дельта z развернутое выражение dz, получим приближённую формулу. f от x плюс дельта x, y плюс дельта y приблизительно равно f от x, y плюс df от x, y по dx. f на дельта x плюс df от x, y плюс df от x, y по dy на дельта y. Это у нас формула 4, верную с точностью до бесконечно малых высшего порядка относительно дельта x и дельта y. О,, и уберёк. ПО дается до清楚. Спасибо. Теперь посмотрим, как используются формулы 2 и 4 для приближенных вычислений. Для этого рассмотрим следующую задачу. Вычислить объем материала. Нужного для изготовления цилиндрического стакана следующих размеров. Продолжение следует... Продолжение следует... Радиус внутреннего цилиндра R большое... Высота внутреннего цилиндра R большое... Толщина стенок и дна стакана К маленькая... Продолжение следует... 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 Обозначим через f маленькое объем внутреннего цилиндра. Он будет равен πr квадрат h. Это функция двух переменных r и h. Если увеличим r и h на k, то функция f получит приращение дельта f. Это и будет искомый объем. На основании соотношения 1, которое мы с вами писали выше, имеем приближенное равенство. Объем приблизительно равен df или объем приблизительно равен df по dr умножить на дельта r плюс df по dh на дельта h. df по dr равен 2πr h, если мы продифференцируем f по переменной r, то есть считая h и π константы. df по dh, на этот раз π и r считаем константы, и у нас получается πr квадрат. Дельта r и дельта h у нас равны k. Следовательно, имеем v приближенно равно π умножить на 2r hk плюс r квадрат k. Теперь сравним результаты формулы 6. Теперь сравним результаты формул 5 и 6. Они у нас будут отличаться на величину π умноженную на hk квадрат плюс 2rk квадрат плюс k квадрат. Теперь сравним результаты формулы 6. Данная величина состоит из членов 2-го и 3-го порядка малости относительно К. Пусть в нашем случае r равно 4 см, h равно 20 см и k равно 0,1 см. Применяя формулу 5, получаем точно, что v равно 17,881 пи. Применяя формулу 6, получаем v приближенно равно 17,6 пи. Следовательно, приближенная формулу 6 дает ответ с погрешностью меньшей, чем 0,3 пи. Что составляет? 100 умножить на 0,3 пи и делить на 17,881 пи процента, то есть менее 2% измеряемой величины. Следующий подзаголовок – приложение дифференциала к оценке погрешности при вычислениях. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть некоторая величина У является функцией величин Х, У, З и так далее, Т. Причем, определяя каким-то способом значения Х, У, З и так далее, Т, мы допускаем погрешности. Дельта Х, Дельта У и так далее, Дельта Т. Тогда значение У, вычисленное по неточным значениям аргументов, получится с погрешностью. Дельта У, равное Ф от Х плюс Дельта Х, У плюс Дельта У, З плюс Дельта З. И так далее, Т плюс Дельта Т, минус Ф от Х, У, З и так далее, Т. Пусть у нас известны погрешности Дельта Х, Дельта У и так далее, Дельта Т. Оцениваем погрешность Дельта У. При достаточно малых абсолютных значениях величин Дельта Х, Дельта У и так далее, Дельта Т, можем приближенно заменить полное приращение Дельта У полным дифференциалом. Если мы распишем по формуле, это будет ДФ по ДХ, частная производная, умноженная на Дельта Х плюс ДФ по ДУ на Дельта У плюс и так далее, плюс ДФ по ДТ на Дельта Т. Здесь значения частных производных и значения погрешностей аргументов могут быть как положительными, так и отрицательными. Если мы заменим их модулями абсолютными величинами, то мы получим неравенство. Модуль Дельта У меньше или равно модулю ДФ по ДХ умножить на модуль Дельта Х плюс модуль ДФ по ДУ умножить на модуль Дельта У плюс и так далее, плюс модуль ДФ по ДТ умножить на модуль Дельта Т. Обозначим формулу в один этого раздела. Если через Дельта со звездочкой Х по модулю Дельта со звездочкой У и так далее, Дельта со звездочкой Т. Обозначим максимальные абсолютные погрешности соответствующих величин. То есть границы для абсолютных величин в значении погрешности. То очевидно можно принять, что максимальная погрешность нашей функции У, абсолютная погрешность имеется в виду, равно ДФ по ДХ умножить на максимальную погрешность по Х плюс модуль ДФ по ДУ на максимальную погрешность по У и так далее до последней перемену. Формула 2. Ну, например. Если У равно Х плюс У плюс З. Тогда максимальная погрешность по У будет равна максимальной погрешности по Х плюс максимальная погрешность по У плюс максимальная погрешность по У. Или u равно x минус y. В этом случае максимальная погрешность по u будет равна максимальной погрешности по x плюс максимальная погрешность по y. Берем по модулю. Ну или, например, u равно x умножить на y. Максимальная погрешность по u равно d по dx от нашей функции. Это будет y. Берем по модулю. Плюс d по dy от функции u это будет x. Ну и так далее. А вот во втором примере там плюс или минус? Плюс, потому что мы берем модуль суммы абсолютных величин. То есть у нас формула, посмотрите, формула 2. df по dx. У нас du по dx. du по dx равно 1. По модулю это будет 1. Вот здесь так. Умножаем на модуль dx. Вот как в формуле 2. Видите? Потом у нас ставит знак плюс. df по dy минус 1. А мы берем по модулю. А, понятно. Понятно, да? Так, продолжаем. Отношения погрешности дельты x. Некоторые величины. Некоторые величины. Некоторые величины. К приближенному значению x этой величины. adjacent. Вот так. Отношения. Отношения зиму towards situ. Отношенияsun. bil funny. Упояр. Называется относительной погрешностью величины. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Будем обозначать его дельта вот такая вот. Х, маленькая прописная дельта Х, равно дельта заглавная от Х, деленная на Х. Далее, максимальной относительной погрешностью величины Х. Продолжение следует. 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 Формула 4. Но df по dx, деленное на f, будет равно частной производной по x от натурального логарифма модуля f. Соответственно, df по dy, деленное на f, будет равно частной производной по y от натурального логарифма модуля f и так далее. Поэтому равенство 4 можно переписать как Дельта со звездочкой от u равно модуль dO dx от натурального логарифма модуля s умножить на модуль дельта со звездочкой от x плюс d по dy от натурального логарифма модуля f на модуль дельта со звездочкой от y и так далее. Формула 5. Или коротко дельта со звездочкой от u равно модулю дельта большое со звездочкой от логарифма модуля f. Формула 6. Как из третьей, так и из пятой формулы следует, что максимальная относительная погрешность функции равняется максимальной абсолютной погрешности логарифма этой функции. И из формулы 6 можно вывести правила, применяемые в приближенных вычислениях. Первое. Пусть u равно xy. Тогда дельта со звездочкой от u равно модулю y умножить на модуль дельта со звездочкой от x делить на модуль xy плюс модуль x умножить на модуль дельта со звездочкой от y делить на модуль xy. Или после упрощения дельта со звездочкой от x плюс дельта со звездочкой от y делить на модуль дельта со звездочкой от x. Второе. Если u равно x делить на y, то подобным образом находим, что дельта со звездочкой от u равно также дельта со звездочкой от x плюс дельта со звездочкой от y по модулям. Рассмотрим пример. Впериод колебаний маятника. Впериод колебаний маятника. t равно 2π умножить на корень из l деленная ножа. Ну, известная цель была. Где l длина маятника. А g ускорение силы тяжести. Какую относительную погрешность в определении t мы допустим по этой формуле? Принимая π, примерно 3,14 с точностью до 0,005. l равно 1 метр с точностью до 0,01. И g 9,8 метров в секунду квадрат. С точностью до 0,02. Тогда по формуле 6. Максимальная относительная погрешность дельта со звездочкой от t равно модулю дельта со звездочкой от натурального логарифма t. Но натуральный логарифм t будет равен натуральному логарифму 2 плюс натуральному логарифму pi плюс 1,2 натуральному логарифму l и минус 1,2 логарифма g. Вычислим модуль дельта со звездочкой от логарифма t. Учитывая наши начальные данные дельта со звездочкой от натурального логарифма t будет равно дельта со звездочкой от pi делить на pi плюс дельта со звездочкой от l делить на 2l. Плюс дельта со звездочкой от ускорения силы тяжести делить на 2g. Или 0,2,0,5 делить на 3 и 14 плюс 0,0,1 на 2 плюс 0,0,2 на 2, на 9 и 8. Таким образом максимальная относительная погрешность дельта со звездочкой от t равно 0,0076 или 0,76%. Следующая тема, которую мы запишем – производная сложной функции, полная производная и полный дифференциал сложной функции. Записываем. 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 Итак. Спасибо. Спасибо. Предположим, что в уравнении z равно f от u, v, формула 1, то функции u и v являются функциями независимых переменных x и y. То есть u равно f от x, y и v равно psi от x, y. 2. В этом случае z есть сложная функция от аргументов x и y. Разумеется, z можно выразить непосредственно через x, y. А именно z равно f от φ от x, y, psi от x, y. Формула 3. Например, Пусть z равно u в кубе умножить на v в кубе плюс u плюс 1. u равно x квадрат плюс y квадрат, а v равно e в степени x плюс y плюс 1. Тогда z будет равно x квадрат плюс y квадрат в кубе на e в степени x плюс y плюс 1 кубе плюс x квадрат плюс y квадрат и плюс 1. Предположим, что функции f от u, v, φ от x, y и psi от x, y имеют непрерывные частные производные по всем своим аргументам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы предполагаем это. Поставим задачу. Вычислить dz по dx и dz по dy. Исходя из уравнений 1 и 2, которые мы написали в начале. И не пользуюсь уравнением 3, то есть подстановкой функции z соответствующих функций u и v. Итак, дадим аргументу x приращение дельта x. Сохраняя значение y неизменно. Тогда в силу уравнения 2, u и v получают приращение дельта по x, u и дельта по x, v. Но если u и v получают такие приращения, то и функция z равная f от x, извиняюсь, u и v получит приращение дельта z определяемая формулой. дельта z равно df по du, умноженное на дельта x, v от u, плюс df по dv на дельта x, v плюс гамма 1 умножить на дельта x, u плюс гамма 2 на дельта x, v. Разделим все члены этого равенства на дельта x. получим дельта z, деленное на дельта x, равно df по du, умножить на дельта x, v у, деленное на дельта x, плюс дельта x, v, u плюс гамма 1 на дельта x, v, u, dx, дельта x. плюс гамма 2, дельта x, v, v, дельта x. Если дельта x стремится к нулю, то дельта x, v, u и дельта x, v, v тоже будут стремиться к нулю в силу непрерывности функций u и v. Но тогда гамма 1 и гамма 2 тоже стремятся к нулю. Переходим к пределу при дельта x, стремящемся к нулю. Получаем, что предел при дельта x, стремящемся к нулю, дельта z на дельта x, равно dz по dx. Предел при дельта x, стремящемся к нулю, дельта x, u, делить на дельта x, равно du по dx. Соответственно, предел при дельта x, стремящемся к нулю, дельта x, v, v, делить на дельта x, равно d в этот x. Предел гамма 1 и гамма 2 при x, стремящемся к нулю, равны нулю. Об этом мы с вами говорили чуть выше. Тогда dz по dx равно df по du умножить на du по dx плюс df по dv умножить на dv по dx. Формула 4. Если бы мы дали приращение дельта y к переменной y, а x оставили неизменно, то аналогичным образом мы нашли бы, что dz по dy равно df по du на du по dy плюс df по dv на dv по dv. формула 5. Для случая большего числа переменных данные формулы естественным образом обобщаются на большее число переменных. если задана функция z равна f от x, y, u, v, где y, u, v соответственно зависит от одного или аргумента x один аргумент. то есть y равно f от x, например, u равно f от x, а v равно psi от x, то, по сути дела, z является функцией только одной переменной x, и можно ставить вопрос о нахождении производной dz по dx. это производная вычисляется по следующей формуле. и 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 dx по dx у нас равно единиц, поэтому dz по dx будет равно dz по dx частное плюс dz по dy частное умножить на dy по dx. Уже пишем полную, потому что dy по dx частное у нас равна dy по dx полное. y зависит только от x, от других переменных не зависит. Плюс dz по dy частное умножить на dy по dx полное по той же самой причине. Плюс dz по dy частное на dy по dx полное. Эта формула носит название формулы для вычисления полной производной dz по dx в отличие от частного производства. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 ДУ по ДЮ на ДЮ. Плюс ДФ по ДВ на ДВ по ДХ на ДХ. Это тут В у нас, а тут Х. Плюс ДВ по ДЮ. На ДЮ формула 7. Но вот это выражение, стоящее в первой скобке, у нас равно ДУ. А вот это выражение во второй скобке у нас равно ДВ. Тогда данное равенство у нас будет иметь вид. ДЗ равно ДФ по ДУ на ДУ плюс ДФ по ДВ на ДВ. Или функция ДЗ равно З штрих по У на ДУ плюс З штрих по В на ДВ. Таким образом, сравнивая полные дифференциалы функции нескольких переменной и одной переменной, то мы можем сказать, что эти формы данных дифференциалов имеют одинаковый вид. То есть форма дифференциала инвариантна. Продолжение следует... Являются ли у и в независимыми переменными или функциями нескольких переменных? Следующий подзаголовок. Производные от функции заданы неявно. Продолжение следует. Пусть некоторая функция от y и x, начнем с двух переменных, определяется уравнением. Докажем следующую теорему. Пусть непрерывная функция y от x задается неявно уравнением. Продолжение следует. Продолжение следует. f от x, y равняется 0, уравнение 1. Где f от x, y, f' по x от x, y, f' по y от x, y. Непрерывные функции в некоторой области d. Содержащий точку с координатами x, y. Координаты данной точки удовлетворяет уравнению 1. Продолжение следует. 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 Кроме того, в этой точке Частная производная по y от x, y отлично от нуля. Тогда функция y от x Имеет производную y' по x равно минус f' по x от x, y делить на f' по y от x, y. Формула 2. Доказательства. Пусть некоторому значению x соответствует значение функции y, при этом f от x, y равно нулю. Дадим независимой переменной x приращение дельта x, тогда функция y получит приращение дельта y. То есть значению аргумента x плюс дельта x будет соответствовать значение y плюс дельта y. И в силу уравнения f от x, y равно нулю, будем иметь, что f от x плюс дельта x, y плюс дельта y равно нулю. Следовательно, разность f от x, y плюс дельта y минус f от x, y, которое равно нулю, равно нулю. Левую часть последнего равенства, являющуюся полным приращением функции двух переменных, можно написать следующим образом. f от x плюс дельта x, y плюс дельта y минус f от x, y равно df по dx. на дельта y плюс дельта x плюс дельта y плюс гамма 1 дельта x плюс гамма 2 дельта y. Гамма 1 и гамма 2 бесконечно малые. Где гамма 1 и гамма 2 стремятся к нулю при дельта x и дельта y стремящемся к нулю. Так как левая часть последнего выражения равна нулю, можно написать, что и правая часть этого выражения, то есть дф по dx на дельта x плюс дф по dy на дельта y плюс гамма 1 дельта x плюс гамма 2 дельта y тоже равно нулю. Разделим последнее равенство на дельта x и вычислим дельта y деленное на дельта x. Будем иметь минус дф по dx плюс гамма 1 делить на дф по dy. Так, тут минус общий плюс гамма 2. Устремим дельта x к нулю. Тогда, учитывая, что при этом гамма 1 и гамма 2 тоже стремятся к нулю, получим, что y штрих по x равно минус f штрих по x делить на f штрих по y. Что и требовалось, в общем-то, доказать. Рассмотрим теперь уравнение вида f от x, y, z равно нулю. Если каждый парень чисел x и y из некоторой области соответствует одно или несколько значений z, удовлетворяющих уравнению 3, то это уравнение неявно определяет одну или несколько однозначных функций z от x и y. Найдем частные производные d, z по dx и d, z по dy. Неявные функции z от x, y определяемые уравнением 3. Когда мы ищем d, z по dx, то мы считаем y постоянной. Поэтому здесь применима формула z штрих по x равно минус f штрих по x делить на f штрих по z из предыдущей теоремы. Таким же путем находим z штрих по y. Полагается, что f штрих по z отлично от нуля, иначе мы это найти не сможем. Аналогичным образом определяются неявные функции любого числа переменных и находятся их частные производные. Здесь все рассуждения производились в предположении, что f от x, y равно нулю, и что данное уравнение f от x, y равно нулю определяет некоторую функцию одной переменной y, равной f от x. уравнение f от x, y, z, равно нулю определяет функцию двух переменных. Запишем теорему. пусть функция f от x, y непрерывно в окрестности точки x нулевое, y нулевое и имеет там непрерывные частные производные. ПопрENDGAN Фунис ф Причём f' по y от x, y отлично от нуля. И пусть f от x нулевое, y нулевое равно нуле. Тогда существует окрестность, содержащая точку с координатами x нулевой, y нулевое, в которой уравнение f от x, y равно нулю определяет однозначную функцию, y равно f от x. Аналогичная теорема имеет место и для условий существования неявной функции, определяемой уравнением f от x, y, z, равно нулю. Ну, на этом, я думаю, нам стоит завершить нашу...